Сельское хозяйство – отрасль производства, которая долгие годы считалась убыточной, но сейчас приоритеты властей и бизнесменов круто изменились. В условиях политики импортозамещения отечественные производители молока, мяса и яиц получили дополнительные возможности и потенциальный рынок сбыта. Ведь теперь преимущество за местными производителями. Алена Валей от тех, кто рискует. Получать удовольствие от любимой работы и трудиться на себя. А таком мечтает почти каждый. Но не всем это удается. Поэтому Олегу Павленко можно только позавидовать. Около года назад он купил первые куриные яйца для разведения. Часть приобретена у наринмарских птичников, другая прилетела в заполярный город из Москвы. Вот этим, которые сейчас несут яйца, мы закладываем в инкубацию. Этим город огромный. Это взрослые куры. Одно несут они полгода. Кто молодняк у нас, к которому вместе подходят, ближе к четырем называют их молодки. А так разные возрастные у нас. Ну, разрыв самый большой в жизни. По словам Олега, ничего сложного в разведении куриц нет. Однако за самыми маленькими жителями курятника нужен особый уход. Они как маленькие дети. Детский комбитурм, именно маленький, хотя можно обходиться без него. То есть обязательно варёное яйцо, творог, мы каждый день это покупаем и даём. То есть и морковка для витаминов. А так есть детский комбикорм, как бы там всё уходит. Плюс у нас вот добавки, можете посмотреть, большой выбор. То есть всё это мы добавляем. Мел там, серу. В сегодняшнем курятнике кукарекают, квохчут и пищат более трёхсот птиц. В день несушки приносят 20 яиц. Все они идут в инкубатор. Раз в две недели количество жильцов в птицеферме пополняется двухнедельными цыплятами. В планах увеличить поголовье до 500. В перспективе завести новые виды птиц. К осени появятся перепела, индюшки, утки и гуси. У нас, наверное, будет два или три помещения. По объёму, наверное, 150 квадратов где-то. Три, наверное, будут опланированы. То есть отдельно. Перепелам немного надо. А именно для гусей и утей, допустим, там надо площадя немножко, водоёмы. Ну и дикам тоже поменьше. На частных фермеров сейчас правительство возлагает большие надежды. В условиях импортозамещения индивидуальные предприниматели, работающие в сельском хозяйстве, могут обеспечить местное население продуктами питания. С этого года в нашем регионе с окружными предпринимателями работает комитет инвестиций и развития предпринимательства. Сейчас в организацию за различными видами помощи обратилось уже порядка 80 работающих и начинающих бизнесменов. Активно начали включаться и жители сельских населённых пунктов. Я могу отметить пока два населённых пункта, сельских населённых пунктов. Это Коткино, там разведение баранов, там ферма, мини-ферма и НЕСЬ. НЕСЬ активно стала включаться. Там направление идёт по оленеводству, переработка и рыболовство тоже. В комитете региональным бизнесменам дадут консультации, помогут составить документы для получения лизинга, покупки техники, быстровозводимых зданий в рассрочку под небольшой процент или гранта. Олег Павленко в этом году принял решение участвовать в конкурсе грантов. Полученные средства он планирует потратить на приобретение племенного поголовья новых видов птиц. Алена Валиева, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».